Итак, снова здравствуйте. На этот у нас раз чуть-чуть другое. Колеса от ИШ-49. Прямо от настоящего ИШ-49. Привезли их уже собранными. И здесь, конечно, хотелось у людей сделать хорошо, но, к сожалению, получается как всегда. То есть изначально работа первичная с этими колесами была сделана неправильно. Ну, значит, смотрим по косякам, которые есть. Когда забивали подшипники, долбанули вот здесь по посадке, в итоге сбита краска. Ладно, стоят новые дейнферы, стоят новые, я так понимаю, спицы. Я подозреваю, что это вообще не ржавейка, либо что-то подобранное, но прям очень хорошо. Вот, неплохо было бы, но перед покраской проварить вот эти вот места. Я, конечно, понимаю, что это святой завод, оригинальность, но уж извините. Также отсутствует товотница почему-то, но, наверное, это будет поставлено. Значит, колеса у нас, естественно, все в язвах, все ржавые были. Ну, они пескоструились, красились. И красились они, очевидно, у людей, которые не занимаются мотоциклетными колесами, потому что закрепляли они их через проволоку. То есть вот на везде по всему диску следы. Это вот так вот кольцо проволоки они протягивали и красят. То есть сделать петлю банальную и протянуть через спицу, но это не их путь. То есть как привыкли автомобильные колеса красить, так и красят. Чем это чревато для колеса Х-49, то что даже просто при хранении после нескольких моек колеса очень быстро станут такими же гнилыми, как и были. Потому что вот это все, это незащищенный металл. Абсолютно спицы у нас, это не герметичная история. И всегда колеса выгнивают изнутри. Ну и с этими колесами произойдет ровно то же самое, очень быстро. Вот, а так, конечно, колесо напоминает колесо какого-то мопеда на самом деле. Сварные швы ужасающие. Ну то есть как на Урале. Есть переход большой. Ну это вопрос там не к владельцу ни к чему. Это вот как оно было сделано. А теперь к тому, где владелец совершил ошибку. Мы имеем вот такое вот колесо. Оно описывает, ну, знак просто бесконечности. И, к сожалению, я это не вытяну спицами в той степени, которой хочет владелец. Потому что это не что иное, как гнутое колесо, а не то, что его увело спицами. К большому-большому сожалению. И его надо было перед тем, как разбирать. Ну вот видно, вот битое место. Оно еще около сварного шва. То есть вот оно прям раздуто. И вот перед тем, как надо бы разбирать, как я делал неоднократно, зажимаешь в пресс. Вот. И прессом давишь. Хотя бы немножко вот эти вот моменты, где оно вывернуто в обратную сторону, чтобы их убрать. Потому что вот то, что имеем сейчас, спицами не исправить. Тут оно вывернуто туда. Я понимаю, что этим колесам больше 50 лет, но тем не менее. Тут видно, что пытались сделать хорошо. Но видно, по неопытности допускали вот такие вот ошибки. Значит, что дальше? Цвет прикольный. Цвет нам как-то раньше назывался. Этот цвет. Мурена. Во, Мурена он назывался. Ну так, ничего особенного. Естественно, диск полный песка. То есть через отверстие. Ну он слышно перекатывается через отверстие. Вот это забито. Вот он сыпется. И по-хорошему в эти колеса растопа залить, чтобы хотя бы нейтрализовать внутри гниение и дальнейшего его выхождения наружу. Вот. Короче, такая вот история. Плюс куплена владельцем вместе с колесами прислана резина вот эта вот, ну питерская. Но отсутствует флиппера. Без флипперов собирать нельзя. Поэтому была куплена камера от питбайка на 12. Вот. Она будет безжалостно порезана. Из нее будут изготовлены флипперы. Дело в том, что можно, ну как бы, что сложного купить флиппер, сложного ничего, кроме того, что, в принципе, их почему-то ни один производитель не делает. Делают только китайцы. Но китайские флипперы, они по толщине как контрацептив. Вот. Если контрацептив хоть от чего-то может обезопасить, то это не обезопасивает ни от чего, и рвется моментально. То есть качество флипперов китайских никакое, плюс они уже, чем надо. И в итоге это вот, ну, печаль-боль. Опять же, хорошо было бы, если бы я эти колеса и разбирал, и собирал. Тогда бы я предварительно мог сказать, какой обод более кривой, косой, и какой более прямой поставить вперед, а какой поставить назад. Но здесь как собрали, так собрали. И остается только надеяться, что передний обод, который вот здесь у нас стоит, будет ровнее, чем искомый задний, который у нас висит. Опять же, какие у нас косяки обнаружены по переднему ободу. Но опять же, к вопросу людей, которые красили и не понимали, от чего, что они красят. То есть специфика моциклетных деталей, она незнакома многим. Поэтому что? Поэтому тормозной барабан, к херушкам закрашен полностью. То есть рабочей плоскости здесь нету. От слова совсем. Вот такая вот история. В общем-то, сейчас попробуем все это дело подсобрать. Ну, оцентровать. Попробую что-то даже допоказать. Ну, тут вот если мы часовым индикатором, ну, блядь, в неудобном положении встал, прислонимся, ну, это ну, понятно, что колеса просто с накиданными спицами, но тут как бы, ну, понимаете, биение будет да, ну, тут бесконечно. Оно 4-5 миллиметров. В общем, такая история. Будем пробовать что-то из этого сотворить. Для любителей наблюдать весь вот этот вот процесс неистовых страданий. На самом деле, ничего особенного. Сейчас 4 этапа. Еще никогда шлипера никто не вырезал. Все забыли, как это делать. Берем, прорезаем ножичком. Берем какую-нибудь условную линию и по этой линии режем. Я уже один флиппер сделал. Получилось даже на удивление хорошо. Вот. Потом берем, примеряем всю хиробору и смотрим насколько нам надо его урезать по краям. Ну, если надо, конечно. Но, в данном случае я уже знаю насколько надо было урезать. В общем-то, камера, кстати, такая толстенькая. Прям вот, как будто имитирую советское качество. Можно делать, конечно, из любой другой камеры условно, хоть такого же размера 19-го. Но, я, крайней степени, не люблю таким заниматься. потому что, чтобы его потом соединить и подогнать по размеру, тебе надо либо склеивать, потом ты начинаешь его натягивать, он обязательно порвется. И, ну, короче, нафиг оно надо. Второй вариант, то, что применялось на советских мотоциклах, я это видел на заводских колесах, прям вот точно, там сшивались флиппера. Ну, то есть, реально тканевыми нитками обычными. Ну, в принципе, чего удивляться, тканевые оплетки были, были. Почему не сшить резину? Да, и нет, в принципе, никаких причин, чтобы этого не сделать. Вот. Ой, я уже знаю, сколько мне это надо все обрезать, поэтому просто, что называется, беру и безжалостно кромсаю. нет. ладно, да, сначала обкромсаю, а потом уже все остальное, просто еще же надо не забить, не забить, ну и не забить тоже, не забыть, что необходимо будет сделать отверстие, вот отверстие, в принципе, можно было заранее сделать, но заранее это неинтересно, сделаем по факту. А так вот, 12-я камера от Тикбайка на 19-е колесо в качестве флипера, вот прям то, что надо. То есть получается, оно и не болтается, вот, и вместе с этим не проваливается, вот, такая вот история. Собственно, все это перерывание было неизбежностью следствия работы с людьми, потому как люди очень часто появляются не в то время, когда ты их ожидаешь. поэтому приходится делать все вот эти вот чудесные и не очень перерывы. Ну, расскажи, покажи, отдай, продай и так далее. Ну, все это обычные бытовые вопросы. Ну, вот, и, собственно, вот так вот мы практически одну грань флипера этого, об одной ленте. Флиппер это что у нас это? Англицизмы, а здесь у нас настоящее советское качество, отсутствующее, правда, но тем не менее. Вообще, о колесах 49-го я имел лучшее мнение, но что-то сейчас я так посмотрел и как бы все грустно. Хотя, ходят легенды, что 49-ый это как раз вот настоящий там мотоцикл, типа на немецких станках все это было сделано. Но сейчас я смотрю на качество сварки на ступицах даже, и может быть станки-то были немецкие, но персонал, поставленный на управление этим станком, был уже немножечко другой закалки, другого фасона и других потребностей. Поэтому сравнивать там какую-то ДКВ-ху с 49-ым но смысла не имеет. Этот мотоцикл, вы знаете, есть там канал мотоцикла моего детства, а там человек как раз дотошно занимается установлением 350-ых, G49-ых, планет, Юпитер-о-вторых и так далее. И вот то, что он делает, ну, это нельзя назвать реставрацией как с завода. Ну, типа, почему? Ну, потому что если бы он делал как с завода, то было бы все очень плохо. А там человек делает, что называется, лучше, чем с завода. То есть он берет заводскую идею, ну, грубо говоря, вот там это, это должно быть хромировано, да, тут должен стоять такой болт. Но только он к каждой детали относится с непомерным трепетом. И в результате получается не мотоцикл, скажем так, восстановленный тех лет, вот, и мотоцикл, дарящий ощущение тех лет. Это совершенно другой, на самом деле, продукт. Да, он как бы, вот, как будто бы внешне это тот самый 49-50-х годов. Но по факту он к заводскому мотоциклу не имеет ничего общего. Потому что на заводе никто, к сожалению, не будет с таким трепетным подходом относиться к каждому болту, к каждой детали. И вот тут, знаете, очень странная история получается. С одной стороны, человек делает все по каталожным номерам, все детали соответствуют годам, новодельные детали старается не ставить и так далее. Но, и казалось бы, это отличная реставрация. Но реставрация или это, мне кажется, не реставрация, а создание мотоцикла таким, каким его хотел видеть советский человек и конечный потребитель. А получается, это видел он совершенно другое. Он не видел, например, закручивания болтов через тряпочку, чтобы, не дай бог, какой-то винтик не был покоцан. Там собирали все, дунул, плюнул, стукнул, полетел. И все это нормально, потому что все это шампотреб, товары широкого потребления и ничего другого. В общем-то, вот такую колбасочку мы нарезали тут прекрасненько. Сейчас теперь надо этим высокоточным пробойником, сделанным из трубки. Я вот не знаю, почему все пробойники такая штука вроде нужны раз в год по расписанию. без них так грустно иногда вот это изобретение трубочек и так далее. Хотя в современном мире стоят они копейки. Ну вот, дырка получилась. Можно было бы назвать даже отверстием, я бы сказал. Ну, а один флиппер стоит, вот так он у нас сел, чутенько. А этот вот сюда пойдет. Такая вот история. Короче, я, наверное, сейчас колесо, это вы и так видели, сколько оно кривое. Покручу, поверчу, без вас, покажу какой-нибудь, никакой, условно-конечный результат происходящего. В общем, технологии, которые мы заслужили. Ой, здесь очень сильно гнутый, спицами этого не потянуть. Поэтому ничего я не нашел лучше, чем поставить колесо на резиновый буфер снизу и сделать вот так. Повреждений краски нету, геометрия выпрямляется чудесным образом. Тут бы, на самом деле, его еще много где простучать надо. Но, к сожалению, это невозможно. Хотя, почему невозможно. положим его вот вопрос на что положить. Ну, допустим, положим мы его вот сюда. Так, камера вот так вот встает. И будем вот эти вот лютые вогнутости и вгнутости исправлять, потому что иначе это вообще не колесо. прям совсем не колесо. Оно не круглое, блин. Так, все падает, все полетело, но кто бы сомневался. Ну, слушайте, это уже дело. Оно как будто бы... кривое, косое, конечно, но это уже лучше, чем то, что было. Тут вот еще одно место замятия. Ой, как неудобно, как неудобно. Попробуем еще сюда бах-бах-бах сделать. они ободатые, на самом деле, мягкие до безумия. Поэтому с ними можно так в целом не сильно церемониться. Ну вот. Короче, вот такой вот это, ну, казалось бы, что там, отцентровать колесо, фигня вопрос, но нет. Не скажу, что я прям в восторге от того, что получилось. что имеем, что имеем. Тут вот ободгнутый наружу, здесь сварной шов, здесь множественные удары, вот здесь вот точка касания ободгмят наоборот внутрь, здесь вот тоже он внутрь, то есть вот уже, наверное, молотком охаживали когда-то. Ну, и смысла особо издеваться над часовым индикатором нету, но тем не менее, то есть вот что-то такое, такое непонятное, потому что он весь кривой, биенец вороншве, ну, короче, флиппер надел, кстати, вот так вот флиппер сел, все замечательно. Вот мы крутим, восьмерка, ну, в рамках этого колеса нормальная, но элипсность, наверное, 3,5-4 миллиметра, и с этим ни черта не сделать. Вот, сейчас одну покрышку одену сам для себя, потом со второй, наверное, вам покажу, как я это быстро и непринужденно, и без каких-либо проблем делаю. вот, сейчас соберу одно, покрутим второе, посмотрим, насколько ужасно там. А, ну да, и, 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 растоп в отверстие, по-любому. его там много не надо, он расползется потом по всему диску, так что устанешь вытирать, так, я не понял, а что отверстие только, только два, обычно, в ежаках по четыре отверстия, но ладно, это, видимо, слишком старый ежак, и технология ДКВ еще жива. А так вот, просто туда набебениваешь его и крутишь, чтобы оно все там равномерно внутри распределилось. И потом аккуратненько излишки тряпочкой протираешь, для того, чтобы, ну, просто лишнего не было, и все, и все будет хорошо. Ой, не знаю, дойдет у меня до второго колеса или нет, с показаниями, всякими вот этими, я уже устал, но в общем, в чем суть? Во-первых, силикон, бурт посадочный смазывайте обязательно и собирайте, это вообще никоим образом не сложно. Естественно, здесь была ссаная тряпочка подложена, чтобы не поцарапать и так далее. А дальше вы видите струбцины. Почему струбцины? Потому что нельзя на шиномонтажных станках работать со спицевыми колесами, потому что, ну, можно, но аккуратно, но кто будет делать аккуратно, люди не понимают, что такое мотоциклет, колесо, спицевое колесо, и это, я думаю, было прекрасно показано в покраске, как это было все открашено. А струбцинами ты, получается, вдавливаешь покрышку, бурты вдавливаешь, и они оказываются вот здесь в полости, которая как раз и служит для установки. и отполированной монтировочкой ты просто так щик, и все собираешь, потому что у тебя огромный свободный ход у бурта, так как он максимально осажен с помощью струбцин, такие вот лайфхуки. Вот, даже струбцины под цвет мопеда. Все, сейчас остается накачать колесо и приступить, к сожалению, к второму. А я от этих колес мало, честно говоря, уже подустал. Вроде все хорошо, очень много телодвижений и долго. Приключения не заканчиваются. У меня, наверное, раза четыре выпали подшипники из ступицы заднего колеса. И это ни в коем случае так оставлять нельзя. Это приведет к тому, что просто будет разбитая ступица. Поэтому сейчас все обезжириваем, все посадочные привалочные плоскости, точнее, посадочные плоскости, правильно будет сказать, подшипников. Их тут помазали, чтобы установить получше. Вот это я уж, конечно, очень сомневаюсь, нахер это сделано было. Подшипники, они вываливаются оттуда. Они не держатся совершенно. Поэтому сейчас я все это дело обезжириваю насколько это возможно. Вот. И буду ставить их на лактайт. Потому что по-другому это будет филькина грамота просто. Да. Да. Ну и срань, конечно. Не, вот со старыми мотоциклами конечно интересно заниматься. Но тут такая штука, что тебе необходим, чтобы этим нормально заниматься, опыт работы с данными мотоциклами. Если у тебя этого опыта нету, то вот будет... О, ну вы видели? Посадка подшипника. Блядь, серьезно. Если у тебя вот этого опыта нету, то конечно кроме посыпания головы пеплом ни хрена здесь не получится. Все это будет очень очень плохо. Но зато я в этом колесе нашел, что называется, брата увидел, когда я покрышку установил. Где я его видел, сейчас покажу. Заебись! просто потрясающе их тут, блядь. И вот на этом хотели как бы куда-то ехать. Куда? Чего? Пусть стоит, схватывается. Где я нашел брата в этом колесе? Смотрите, у меня на башке посередине ни хрена не осталось, а по бокам есть. И на колесе смотрите, посередине ни хрена нету, по бокам еще что-то есть. Так что братские сердца с этими колесами. Ну ладно, в общем-то подшипники на Локтайт вклеил, надеюсь, будем работать дальше. Кстати, что касательно переднего колеса, но оно намного лучше. Я не вижу, чтобы оно было битое, мятое, оно вот, что называется, просто восьмерка и спицами я думаю это вытянется и эллипсности. Ну, конечно, есть, но не такая большая, как могла быть. В общем, здесь все немножечко полегче и получше. Время закончить эту сказку уже страшную. В общем, показывать там нечего, тоже оно кривое, тоже оно косое, но в меньшей степени. Значит, берем диск, берем покрышку и вот так вот, ух ты, что тут такое? Так, ну что, теперь ты еще будешь мозги делать. По кругу, по бурту наносим силикон. Силикон этот любым шампунем щелочным потом вымывается, никаких проблем нету. Так как камера здесь вставлена, с завода она новая, не обязательно ее вытаскивать для того, чтобы забортировать колесо. но это как правило работает только пакистанские движения только с новыми колесами. И вот берем его щепонька. Так, нет, стоп. Значит, резиночку, флиппер в районе вентильного отверстия силиконом смачиваем, чтобы легко зашел золотник. Как бы тебя так прелостить-то? Вот, ты так хочешь? Во! Вот так счетов вам будет даже видно. И в общем ниппель сразу заправляем в отверстие, что я собственно сделал, как бы вам показать волн там. Надеем на него колпачок, дабы он потом не сильно стремился убежать. Здесь покрышечку придерживаем коленочкой и начинаем обычной самой монтировкой бортировать. Вот, просто монтировка, просто маленькая и, что самое главное, она очень сильно отполирована. То есть ее поверхность, она практически зеркальная. Невероятно, на факт, у нас часть покрышки на месте, ниппель у нас тоже на месте. Все, никаких усилий не прилагалось и все это легко собралось. Теперь также силиконом обрабатываем бурт посадочной на колесе и по факту от золотняка, ну, от соска, грубо говоря, начинаем бортировать. Сейчас у нас там будет он стремиться убежать. Для начала чуть заправляем, придерживаем рукой. То есть, сначала у нас покрышка в любом случае будет упираться и только когда ее один край уже окончательно сядет, вот тогда уже начнет все веселье. То есть, когда она начнет сама держаться. Вот это у нас без проблем каких-то получилось. То есть, ну, вы видите, да, она заправлена. Вот так вот можно показать. То есть, хоба и пошла. Дальше для упрощения процесса с одной стороны вот здесь чтобы у нас в дальней... ну, в процессе покрышка не стремилась здесь выпасть, ну, вылазить наружу. Поджимаем инструкцины той самой. У нас в посадочный бурт колеса уходит в посадочный бурт таким образом самого диска. Вот. И у нас появляется больше пространства для маневра при бортировке. И получается, что монтировкой не надо ворочать по диску, а все просто легко и непринужденно заходит. Теперь напротив опять же практически берем и ставим вторую струбцину. Второй струбциной ровно так же мы поджимаем покрышку. Свободного ухода у нас дофига. с третьей стороны вот здесь мы можем коленочкой поддавливать, можно двумя и аккуратненько начинаем покрышку монтировкой заправлять. Так как покрышка новая, мягкая, монтировка скользит, у нас огромное поле для действий, то есть свободного ухода у резины по диску за счет обжатия струбцинами все это не ставится без каких либо проблем. И нигде, нигде, ни единого повреждения лакокрасочного покрытия на диске нету. Ниппель стоит ровно. Снимаем струбцины нафиг отсюда. Больше они нам не нужны. Снимаем вторую струбцину. струбцины эти сотые. то есть по размеру я имею в виду ничего особенного. Отворачиваем колпачок, берем золотничок, закручиваем золотник и тащим все это дело к компрессору. Теперь компрессором накачиваем. Готово! в общем дальше я уже не вижу смысла что-либо показывать. Уже было все показано, рассказано настолько досконально, насколько можно. В общем, как всегда ожидалось, что с колесами будет одна работа, а по факту все немножечко затягивается. Но это довольно-таки стандартная история. Я к этому уже привык. Мне в свою очередь остается лишь убрать срач, который имеет здесь место быть, убрать, пропылесосить весь песок, который насыпал с сабадов и все отдавать колеса владельцу. С ними закончено. И на этом у меня для вас все. с вами был Анастас Катан Смотогараж. Я Сергей Панкратов. Всем пока.